В 2017 году русский язык обогатился не только тусовочным словечком «хайп» и новыми оттенками прилагательного «токсичный», но и словосочетанием «русский триллион», которое станет центральным в российской мировой политической повестке в первые же месяцы или даже недели 2018 года. Зюганов и Грудинин, вслед за Илларионовым и Пиантковским, требуют возвращения русского триллиона. Жириновский грозится даже объявить Западу войну, чтобы тот вернул деньги, украденные российскими олигархами-чиновниками. Единоправороссы и прочая путинская прислуга доказывают, что Владимир Владимирович давно требовал от олигархов вернуть деньги из офшоров. И что, следовательно, знаменитая секция 241-й статьи о персональных санкциях – это и есть, по большому счету, план Путина. Тема русского триллиона, как не кстати возникшая на самом старте, казалось бы, рутинного переназначения кремлевского лидера, теперь уже никуда не уйдет из русской жизни до своего драматического решения. Каким не лебедем даже, а орлом взвился уже на ней появляющийся как бы ниоткуда Павел Грудинин, раскручиваемый на всех каналах. Подготовленный многолетней просветительской работой оппозиции и всем опытом собственной жизни, стопроцентный рядовой гражданин России не сомневается в акте грандиозного разграбления страны и ее правителями и требует справедливого возмещения и возмездия. Пропагандисты Кремля не в силах отрицать феномен ограбления тысячелетия. Неуклюже пытаются вывести за скобки этого преступления вождя русского мира. Он где не по этому делу, он вообще по ночам играет в хоккей на Красной площади, а днем штудирует научные труды по совокуплению глистов и увлеченно пересказывает их женской аудитории. Но устами младенца самовыдвиженец Путин был взвешен и найден очень легким. «Дяденька, ты совсем не такой хороший, как в телевизоре», – сказал ребенок. Догадка ребенка будет подтверждена большим массивом оперативной информации в Кремлен Репорт, который должен быть представлен Конгрессу США до 2 февраля 2018 года. Вот циркулирующий в Вашингтоне рабочий список фронтменов Путина, хранящих его личные активы, по предварительным оценкам, до четвертушки русского триллиона. Сечин, Греф, Богданов, Ротенберг А, Ротенберг Б, Ротенберг И, Ралдугин, Плехов, Акимов, Шамалов, Н, Шамалов, К, Шамалов, М, Шамалов, Ю, Тимченко, Кабаева, Махмудов, Бокарев, Горелов, Колбин, Кожин, Петров, Кумарин, Смирнов, Малышев, Рабер, Васильев, Ковальчук, Ю, Ковальчук, Б, Фурсенко, Мячин, Кузьмин, Носков, Куланов, Шестаков, Литовских, Пономаренко, Резник, Могилевич, Фирбеш. Все усилия российской дипломатии в ближайшие месяцы будут направлены на то, чтобы убедить американских партнеров не включать в Кремлин репорт Путина и его личную финансовую гвардию, а топтаться исключительно на олигархах ельцинского помета Потаниных, Прохоровых, Авинах и Фридманах. Метод убеждения традиционный – шантаж и предложение крыши. На этот раз речь идет о жизни и смерти, и лубянская операция «Ядерный офшор» будет запущена на полную мощность. Талантливейшие северокорейские ученые и инженеры в который раз за последние полгода обрадуют где-то в середине января все прогрессивное человечество еще каким-нибудь удивительным технологическим достижением, взорвут, например, термоядерный заряд над Тихим океаном. Весь мир в панике начнет считать минуты, оставшиеся до ядерного апокалипсиса. Кто ударит первым – Дональд Трампа Пхеньяну или Ким Чен Ин по Нью-Йорку? Не растеряется только один человек, и вы знаете имя этого человека. Он полетит без охраны в сопровождении только своего православного духовника Тихона в самую опасную на земном шаре точку – Пхеньян. Через сутки Владимир и Тихон, усталые, но довольные, степенно спустятся с трапа самолета во Владивостоке. Владимир с высоко поднятой ладонью будет сжимать, как никогда, Невил Чемберлен по возвращению с Мюнхена какую-то бумажку, а в ней мир на Дальнем Востоке на все времена. Мой друг Ин готов вести при моем посредничестве переговоры с моим другом Томаном. Переговоры начинаются завтра в Москве в отеле «Ritzkerl». Товарищ Ин согласится приостановить на время переговоров дальнейшие испытания ракетного ядерного оружия. Он удовлетворен уже достигнутыми КНДР потенциалом возмездия. Благодарный мир, спасенный почтительно склонится к ногам шантажиста, как это уже было в 2013 году после «химического разоружения» Башара Асадов. Таков на сегодня план Кремля, но он не будет реализован, потому что последняя внешнеполитическая карта Путина – Пита. Во-первых, в Вашингтоне уже разобрались в замысле операции «Ядерный офшор» и прекрасно представляют себе суть назойливо предлагаемой Путиным «помощи» в кавычках. Во-вторых, как мне представляется по целому ряду разведпризнаков, США и Китай постепенно продвигаются к той большой сделке по Корее, контуры которой Ваш покорный слуга обрисовал несколько месяцев назад в статье «Корейская шкатулка». Ситуация на Корейском полуострове позволяет США и Китаю найти этюдное решение, устраивающее всех. Ни Южная Корея, ни США не стремятся к объединению Корейского полуострова, но им очень нужна его денуклеаризация. Китай хочет сохранить свое влияние к Северной Корее, которую он рассматривает как своего рода буферную зону. Нетрудно увидеть, что стратегические цели сторон вполне совместимы. После того, как США и Китай откровенно договорятся о конечном результате разрешения корейского кризиса, сценарии его достижения станет для них чисто технической задачей. Уже не опасаясь перспективы заявления у себя под боком объединенной Кореи, американские войска в придачу «добрый китайский следователь» сможет значительно увеличить экономическое и политическое давление на Пхеньян. Если этого будет недостаточно, то злой американский следователь, уже не опасаясь перспективы военной конфронтации с китайскими добровольцами, сможет позволить себе использовать и некоторые силовые аргументы. Так или иначе у власти в Пхеньяне окажется прокитайское правительство, которое откажется от ракетно-ядерной программы своих предшественников. Подобный ремейк исторической договоренности Никсон-Мау 1972 года устраивает всех, кроме обитателей Кремля, и потому имеет большие шансы быть реализованным. Назначенное на 2018 год очередное антиконституционное переназначение лидера режима еще несколько месяцев назад представлялось манипулятором рутинной операции. В последние дни 2017 года возникает ощущение, что «навязываемый нам выбор» отодвигается в сторону массовым гражданским движениям за восстановление Конституции. В России появился первый общенациональный политик. Я называю так Алексея Навального не потому, что согласен со всеми его политическими взглядами, я неоднократно полемизировал с ним. Но сегодня он единственный политик в стране, по призыву которого в десятках городах России выходят на марши протеста тысячи людей. Не фанатики Навального или адепты какого-то его культа, а сознательные граждане России с политически актуальными лозунгами, главный из которых «Путин вор». Слово «вор» в русском языке очень многозначно, и Путин соответствует ему во всех смыслах. Прежде всего в том, что с 2012 года он, самозванец, грубо нарушивший конституционное ограничение длительности пребывания на посту президента, по призыву самого Путина, никогда не выйдут столько людей. Ему могут только привезти на автобусах несчастных бюджетников в дорогих лимузинах продажных мастеров культуры. Объявленная штабом Навального, забастовка избирателей, конституционный акт гражданского неповиновения нелегитимной власти. История краха десятков авторитарных режимов говорит о некой общей закономерности. Универсальным рецептом их падения является комбинация двух взаимосвязанных факторов массовой протестной активности и раскола верхушки режима. Путин рассматривается элитами как политическое прикрытие, без которого нынешнему режиму просто не на чем больше держаться. Лояльность элит гарантирована тем, что при этой власти для большинства элитных дивизионов многое, конечно, плохо. Но не все и не совсем, а кое-что так просто хорошо. Даже критически настроенная часть элиты, прежде всего либеральная, остается лояльной власти. Сегодня ситуация совершенно иная элиты в смятении и растерянности. Акела промахнулся со своими внешнеполитическими авантюрами и не способен более выполнять свои важные функции политического прикрытия и гаранта безопасности. Более того, он превратился в основную угрозу безопасности своего окружения. Мы уже живем немного в другой стране. Впервые с 2000 года наше будущее, оно зависит сегодня от нашей решимости, наших усилий, нашей самоотверженности. Ампутинизация или гангрена? Родина или смерть? Андрей Пянковский